Приветствую вас, дорогие друзья! И вот мы снова с вами, Рестбол, здесь встречаем команда Кобра Рестбол! А теперь их соперники, это очень серьезная игра, любимые соперники Сослана Кобры, команда Ю.Э.Э.Ф! Прошу вас, давайте сделаем старт-аут и начнем эту игру! Ну что ж, друзья, всем привет! С вами комментатор Алексей Сафонов и добро пожаловать на второй полуфинальный матч Зимнего Кубка Рестбола в формате 3 на 3. И Кобра против ЮРФ. Вот перед вами как раз-таки турнирная таблица этого прекраснейшего турнира. Ну и сейчас схватка за владение мячом 2 десятых номера. Прямо сейчас на центре Шамиль Мутаев у ЮРФ и Эльдар Гайдаров у команды Кобра. Гайдаров мастер спорта по вольной борьбе, тренер школы Абдулманапа Нурмагомедова. Ну и как раз-таки Шамиль Мутаев, также тренер по борьбе. Так что у нас два по-настоящему высококлассных борца сошлись. 18 марта состоится самое грандиозное событие этой весны. Рестбол возвращается на ВТБ-арену. Прямо здесь и сейчас зарождается легенда о новом виде спорта, который совместил в себе всю красоту борьбы и командных игр. Лучшие спортсмены современности на одном ковре выяснят, кто достоин чемпионских почестей. Вас ждут три ожесточенных противостояния. Матч Кубка Russian Rest Ball Cup 2023 с призовым фондом 10 миллионов рублей. ЮРФ. Против СУМО. Принципиальный реванш, в котором представители СУМО неистово жаждут изменить сложившийся результат в свою пользу и совершить возмездие за грубость в прошедшей игре. Матч в рамках Rest Ball Media League с призовым фондом 3 миллиона рублей. Хайп. Против РУХ. Представители Казахстана приедут на родину Рест Болла, чтобы положить начало Медиа Лиги. Две нашумевшие организации, два звездных состава и всего один победитель. Хайп против РУХ. Матч квалификации в рамках RWC Qualified. С призовым фондом 2 миллиона рублей. И ВОЛФ. Против Вориос. Один из лучших клубов единоборств нашей страны вступает в гонку. И первыми на их пути окажутся настоящие воины единоборств. Нас ждет битва за возможность стать участником Гран-при РВС-2024. Жесткие броски. Эмоции через край. Приходи 18 марта на БТВ-арену, чтобы вживую прочувствовать эмоции настоящей борьбы. Увидеть взлеты и падения. Билеты уже в продаже. Ну, уважение они друг с другом были, но в итоге мяч оказался у команды Юэры. Так, седьмой номер у нас начинает эту встречу с первого броска. Ой, как классно. Тоже из-за дуги мяч полетел. Красиво очень, траектория. И в итоге угодил в дужку и вылетел обратно на площадку. Девятый номер у Кобры. И сейчас владеет плечом Али Алиев. Обладатель по-настоящему лучших трехочковых бросков. Поэтому внимательно следите за его попаданиями. Потому что процент точности у него просто на высоте. Почти минута прошла уже с начала этого поединка. Пока что счет не открыт. 99-й номер прорывается под кольцо. Пас во фланг. Бросок рядышком, но все-таки мимо. Рамазан Алиев, борец-вольник. 99-й номер у ЮРФ. Вот он очень активен был, конечно, в четвертьфинале. И там проявлял себя с максимально хорошей стороны. И доставлял соперникам очень много дискомфорта. В хорошем смысле этого слова. Так, теперь бросок. Да ладно! Залетает мяч точно в цель. Вот предупреждали мы, что Али Алиев – обладатель лучших трехочковых бросков у Кобры. И мяч классно заходит точно в цель, несмотря на то, что перед Алиевым было препятствие в лице соперника. И классно он, несмотря на все сложности, все преграды, все-таки довел мяч до точного попадания. Вот, смотрите, чистенько, ни от счета, ни от дужки, ни как-либо еще. Читчайшее попадание трехочковое от Али Алиева. Ну, а после этого, кстати, если вы заметили, он не выключился из эпизода. Я повторю весь свой грандиозный спич по поводу Али Алиева и его безумных трехочковых бросков, потому что еще один бросок залетает, и счет становится 6-0 в пользу Кобры. Так вот, после первого трехочкового броска Али Алиев тогда не выключился из эпизода, еще и блокшот своему сопернику повесил. То есть он хорош и в нападении, и в защите, и шикарно себя проявляет. Как вы могли понять, нужно все-таки немного пробежаться по правилам, что существует три зоны для набора очков. Ближняя дистанция – это одно очко, как сейчас и исполнил представитель Кобры. Это был 13-й номер Газбулай Смаилов, представитель ММА. 7-0 становится счет в пользу Кобры. Средняя дистанция за точное попадание оттуда дают 2 балла. Ну и, как вы уже, конечно, поняли, благодаря Али Алиеву, если с самой дальней дистанции мячик залетает в колечко, то команда получает 3 очка. Матч длится 10 минут чистого основного времени, и если будет ничья по итогам этих 10 минут, то овертайм, конечно же, до первого заброшенного. Тайм-ауты, к слову, тоже есть у команды. Ну и также у команд есть рестлеры. То, за что мы любим, наверное, все рестбол, так как один раз за матч человек может сбросить себя в футболку и провести бросок на соперники. И в случае успеха этого броска команда получает 2 балла. Так что выбирайте, как набирать очки, или точностью, или борьбой. Но, конечно, в идеале все это нужно совмещать. Ну и, к слову, есть еще вариант, как завершить матч до истечения 10 минут основного времени. Для этого нужно набрать 16 очков. И тогда команда досрочно побеждает своего оппонента. Тут уж сами выбирайте, кто любит ММА. А таких, я знаю, много среди аудиторий рестбола. Как эту досрочку идентифицировать. То ли это сабмиши, то ли это технический нокаут, то ли еще как-то. Ну, наверное, здесь актуальным будет термин за явным преимуществом. Кобра в атаке. Газбулла Магомедов опять 13 номер бросал. С двухочковой зоны. Но был не точен. Призовой фонд этого турнира, напоминаю, 1 миллион рублей. За первое место команда получит 500 тысяч. За второе место 300 тысяч. Ну и за третье, конечно же, кто шарит в математике. Просто я скажу сразу, я к такому не отношусь. Получает 200 тысяч. Шесть минут. Осталось до конца этого матча. И вот мы видим Али Алиева, который создал просто безумный гандикап для своей команды. ведут Кобры 7-0. И бросок 99-го номера у ЮРФ. Это Рамазан Алиев. У нас пока получается перестрелка имени Алиевых. И, кстати, только девятки у них на номерах. 99-й это Рамазан Алиев и 9-й Али Алиев. Так, сразу же прикрывают, обратите внимание, Али Алиева, чтобы он еще разок не оформил свой коронный прием в виде трехочкового броска. Фиксирует рефери сейчас небольшое нарушение правил. И мяч у ЮРФ. 88-й номер. Не успевает забрать мяч под кольцом. Пас был неплохой, но все-таки немножечко сильно. Это Курбан Магомедов, мастер спорта по борьбе, чемпион Европы по жиму лежа. Прорывался так на таран под кольцо, но не получилось у партнера по команде доставить мяч ему точно. Так, еще один бросок Али Алиеву. Ну, кстати, очень неплохо. Несмотря как быстро его пытаются накрыть, самый мяч прилетает до дужки. И только после этого оказывается попадание не точным. И сейчас обратите внимание еще разок Алиев. Ну, что он успел оформить? Так, ну и теперь мяч у ЮРФ. Опять же, это Рамазан Алиев, который пока что счет собственным точным попаданием не открыл. вот Кобра в атаке. Такое было у них численное преимущество сейчас в этом моменте. Тринадцатый номер Газбулла Магомедов. Не точно. Ой, как хорошо распасовывались. Но при этом классный перехват от ЮРФ. И тем же самым отвечает Кобра. Пас под кольцо. Еще разок. Рэсбол, конечно, стремительно развивается, но и весь мир тоже не стоит на месте. Поэтому никто никогда не знает, в какой социальной сети мы будем сидеть через несколько лет. Но я уже сейчас точно знаю, что буду использовать Мемфер. Это ресурс с новыми возможностями. Вы можете первыми занять уникальный ник еще до старта проекта. А также можете стать амбассадором проекта и зарабатывать на нем. Вот, кстати, уже и кватор встречи позади, потому что половина матча миновала. В атаке ЮРФ Шамин Мутаев бросает издали и не попадает. Ну вот, кстати, после очень мощного старта в исполнении Кобры давненько мы не видели заброшенных мячей. Может быть, причина в том, что дали еще отдохнуть сейчас Али Алиеву. И он такой главный снайпер в их команде немножечко должен отдохнуть, чтобы вновь пристреляться. С мячом вот как раз-таки Алиев, которому дали время передохнуть. И вновь он готов вернуться в дело и радовать нас всех своими точными. Ну, как опять же радовать? Радовать нас, тех, кто болеет просто за красивую игру. Безусловно, болельщиков ЮРФ. Я сомневаюсь, что Али Алиев радует. Скорее всего, они сейчас все думают, как же его вообще литерализовать. Мяч так попрыгал, поиздевался над игроками на дужке, но после этого все-таки не ушел в кольцо. И подбор в данном случае за Коброй. Ой, как хорошо соперника попанул. Ну, в баскетболе это называлось бы Али-Оп, но не получилось. Хотя очень красивый эпизод. Я надеюсь, что покажут нам повторы этого момента. Правда, такой хороший наброс на кольцо. И рядышком с Данком было... За Данк, кстати, два очка дают. Вау! Шамиль Мутаев! Десятый номер ЮРФ забрасывает и, суть по всему, забрасывает с фолом. А это значит, что после двух набранных баллов ему сейчас еще и право на штрафной дают. На один штрафной. Да, потому что бросок был точным. За это дают два балла и в качестве бонуса еще один штрафной. Если бы бросок был не точный, тогда было бы только два штрафных. Но в любом случае три очка Шамиль Мутаев приносит в копилку своей команды. Еще становится 7-3 в пользу Кобры. Вот просили мы заброшенные мячики и вот пожалуйста! 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 Али Алиев вновь с трех очковой дистанции угрожал сопернику, но после этого Газбула Исмаилов подобрал этот самый мячик, который вылетел после неточного броска и в итоге с ближней дистанции поразил кольцо. Счет стал 8-3 и преимущество в 5 баллов! Рэсбол как вид спорта вышел из спортзала в страну всего несколько месяцев назад, но на шоу-матче мы показали, что у Рэсбола есть будущее и в нас поверили. Поэтому мы благодарим Москомспорт за поддержку Рэсбола и помощь в организации и этих, и будущих турнирах. Благодаря этой помощи мы развиваемся и популяризируем Рэсбол в России. Большое спасибо! Рэсбол мы еще не видели с вами в этом противостоянии и остается у нас чуть более трех минут, ну, можно считать, три минуты для того, чтобы команды продемонстрировали нам это. так что ждем, возможно, в ближайшее время мы увидим кого-нибудь, кто снимает футболку и пытается провести бросок на сопернике. Мячу Гобра Газбула Магомедов тут финтит. Ой, красиво! Хорошая комбинация, красивая распасовка и выходит на дальнюю дугу Магомедов, но тут закончилось время владения мячом и, соответственно, был вынужден бросать Газбула Магомедов буквально с сиреной, ну и после этого мяч отходит уже к соперникам Побры, то есть команде United Russian Fighters. 88-й номер Курбан Магомедов, именно он будет начинать атаку ЮРФ. Бросает издали, но тут недолет. не получается. Девятый номер, конечно же, это Али Алиев, которому наверняка по итогам турнира должны будут изготовить специальную статуэтку с признанием как лучшему снайперу. Небольшая передышка у команд. 2 минуты 38 секунд на таймере. и ЮРФ с мячом. Рамазан Алиев бросает издали, не получается, но хороши на подборе представители ЮРФ и еще один бросок и мимо, и теперь уже Ковра будет выводить мяч. Так, пятый номер ищет возможность для начала атаки. Мурат Гайдаров заслуженный мастер спорта по вольной борьбе финалист Олимпийских игр. Вот такие люди играют рестбол и действительно рестбол становится все более и более и более популярен. Ну а сейчас рядышком опять был бросок, но все-таки не точек. Совсем немного времени так в глобальных масштабах остается, конечно, до конца встречи. И штрафной будет забрасывать, вернее пытаться забросить Али Алиев. Нет, не попадает. Вот так вот мне кажется, что это тот человек, которому легче исполнить бросок с дальней дистанции, а не с ближней. Вот так у него настроен прицел. Так, чем будут отвечать представители ЮРФ? Рамазан Алиев, не точно. И Кобра раскатывает свою атаку и, конечно же, вывозит на бросковую дистанцию Алиева, который в очередной раз точен и на этот раз приносит своей команде два очка. Десять-три ведут Кобры от счета. Очень красиво. Ну, на самом деле, два, две трешечки от Алиева отделяют Кобру от досрочной победы. Но я думаю, что ЮРФ, конечно, будут до конца сражаться, до конца стараться сократить отставание в счете. Чудеса тоже случаются, даже за минуту и пять секунд до конца. Нужно-то всего лишь сейчас две трешки исполнить вот, Шамилю Мутаю и после этого еще один балл из-под кольца какой-нибудь. Вот же, рядышком была эта самая трешка. Все, счет у нас официально пошел на секунды. И ЮРФ ищет возможность для своей атаки. 99-й номер Рамазан Алиев. Он будет начинать атаку United Russian Fighters. Бросок. Ах! Рядом, но все-таки рядом в данном контексте не засчитывается. Поэтому счет у нас прежний 10-3. Ну и что-то мне подсказывает, что потихоньку конечно можно будет подводить уже итоги этой встречи при всем уважении командам. Но в любом случае у нас есть очень важный анонс, что 18 марта Рэсбол возвращается на ВТБ-арену с грандиозным событием. И мы объявляем старт гран-при за 10 миллионов рублей и лучшие спортсмены страны выяснят, кто же из них лучше всех играет в Рэсбол. Ну а в главном событии вечером встретятся команды Сумо и ЮРФ, чтобы закрыть все личные вопросы, которые остались после первого матча. В соглавном событии два поп-мой промоушена Диалиги Рэсболла хайпфайтинг против Рубфайтинг, там призовой фонд 3 миллиона рублей. Ну а в третьем матче клуб Эвольф сыграет с Уориорс в формате квалификационного кубка и призовой фонд там 2 миллиона рублей. События Рэсболла в целом пропускать не рекомендуется и особенно стадионные, потому что учитывая опыт нахождения на ВТБ-арене во время старта Рэсбола во время первого стадионного турнира был действительно круто, грандиозно, очень атмосферно и равнодушным никто не остался. Поэтому билеты уже в продаже, переходите по ссылке в описании и обязательно увидимся с вами 18 марта на ВТБ-арене. Ну а пока остается у нас 10 секунд до конца этого матча. Все идет к победе Кобры, он уже из Аслана Сбаров, чемпион хардкора в полутяжелом дивизионе, чемпион хардкор-боксинг появляется на площадке. И Али Алиев еще разочек попробовал запустить свою фирменную трешечку, не получилось. Три, две, ну и вот на этом моменте таймер останавливается и небольшую формальность еще нужно будет соблюсти командам до того, как матч официально будет завершен. Напоследок мяч получат как раз-таки Кобры и на этом все. Поздравляем команду Кобра с победой в этом матче. Ну и всего лишь два поединка остались в формате зимнего кубка 3 на 3 Рестбола за третье место. Таким образом сыграют Гризли и ЮРФ. Ну и финал. Главный матч сезона Асата против Кобры. Так что скорее, ребят, врывайтесь в комментарии, пишите, как вы считаете, кто победит в этих противостояниях. Так как раз-таки вот мы сейчас видим эту самую турнирную таблицу. Ну а с вами был комментатор Алексей Сафонов. Спасибо за внимание и увидимся в двух, вернее, услышимся в двух оставшихся матчах сезона. До встречи. Что сказать, всегда советую всем соперникам, чтобы достойно принимали поражение и всем остальным того же желаю, да, мы будем впервые, надеюсь. А так, конечно, самые лучшие, они были одним из лучших фаворитов, да, конкуренция. Поэтому было тяжелое такое состязание, а так все четко, по плану. Рокки, ИОРФ, сила. ИОРФ, поздравляю вас, шикарная игра, просто сегодня что-то пошло не так, ничего страшного бывает, вы красавцы, вы очень круто показали свою игру, у вас еще есть сейчас возможность сыграть за третье место, вы сыграете за третье место, расскажи, что ты, вообще, какие у тебя слова есть после игры. Саламу алейкум. В первую очередь хочу поблагодарить соперников. Давно у нас конкурентных соперников не было, поэтому чуть расслабились. Сегодня ваш день, но не забывайте, у нас счет 1-1. В прошлый раз выиграли мы, сегодня повезло вам. Я надеюсь, я надеюсь, Алан как-нибудь схлестнете с ними еще раз. Мы требуем реванша. А сегодня всем спасибо и у РФ Сила. Я еще хочу напомнить, что это по-любому не последняя игра, так как нас ждет еще кубок, гран-при, где эти же команды могут опять встретиться. Так что посмотрим, что из этого дальше получится. Рамазан! Иди сюда, Рамазан! Вы как основная звезда команды ЮРФ пресс-болист. Скажи, почему вы не использовали рестлерские приемы в этой игре? Почему я их не видел? Всех приветствую еще раз. В первую очередь я, наверное, скажу спасибо нашим братьям с Махачкалы, команда Ши. Четко поиграли. По поводу брыслерских бросков не получилось, короче. Не получилось? Не прокатило, да. Просто не хотели, да? Я здесь говорил, что здесь не команда ЮРФ получилась, здесь команда РД получилась, по-моему, Республика Дагестан. Красавцы, в Астаны. Все, спасибо большое всем. Прощаемся с вами на этот раз. Увидимся через неделю. Пишите в комментариях, и мы идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok